Народ, всем привет! Сегодня понедельник и пришло время для технического анализа финансовых рынков. Напомню, что этот выпуск является продолжением вчерашнего выпуска, еженедельного прогноза с фундаментальным анализом. К сожалению, вчера в пятницу не вышли у нас отчеты СОД, поэтому вчерашний выпуск вышел немного неполноценным, неполным. Сегодня вечером выйдут отчеты СОД и я завтра постараюсь сделать в своем канале Телеграм сводочку по тому, что происходит с сентиментом у нас на финансовых рынках. Кстати, подписывайтесь на мои каналы, в том числе на канал Телеграм, там я публикую данные оперативно, то есть вы там сможете ознакомиться с моей аналитикой, с моими оценками финансовых рынков. Это видео исключительно по теханализу. У нас практически ничего такого не произошло за ночь. Единственное, что пока что в Вене прошло шестое заседание, шестая встреча по поводу МКТ. Участники так и не пришли никаким выводом, говорят, что много сложностей остается. То есть пока что там Тягомотина, мы знаем, что у нас были выборы президента в Иране, пришел Раиси, бывший генпрокурор, такой воинственный, религиозный начальник. Скажем так. Давайте сразу перейдем к финансовым рынкам. Начнем мы по традиции с доллара. Почему доллар? Потому что это крайне важно для аппетита к риску. Вчера уже говорил по поводу ФРС, по поводу их риторики и так далее. Вчера показывал дневной график. Мы подошли, уперлись обратно в годовую среднюю. Так было у нас в апреле месяце. И после чего пошла коррекция. Вот в этот раз тоже подошли. Пока что также мы наблюдаем небольшую коррекцию. Стоит сказать, что по Макдаку на четырехчасовике сильнейшая перекупленность. В последний раз мы на этих уровнях, ну и выше, конечно же, были в момент кризиса, в кризисе долларовой ликвидности, когда доллар взлетел до многолетних пиков. Вот, поэтому, как я вчера утверждал, рынок остается, валютный рынок теперь перегрет. Поэтому, в общем-то, ожидается коррекция мной в том числе. Оценить пока глубину крайне сложно. Нету реперных точек. Нужно хотя бы, чтобы были не поставлены. Но так или иначе, да, вот уровень был важный у нас на 91,4. Да, вот тест этого уровня вполне себе возможен. Ну, может быть и глубже, да. Я думаю, что ближе к выходным у нас сформируются некие реперные точки. Мы посмотрим, что будет происходить. Кстати, на этой неделе, между прочим, очень много речей скажут члены ФРС. ФРС, по-моему, 4 выступления. Также выступление Паула и выступление Лигард. По-моему, Лигард уже была, кстати. Но я так не уследил за событиями сегодняшнего дня. Тоже важные данные на этой неделе будут выходить по... Я вот у меня у себя в канале Телеграм. Я делаю утром в понедельник такую вот сводочку, да. У нас будет в области макроэкономики будут предварительные поймайки. Кстати, за июнь, что очень важно. Большой блок постройки в Штатах. Это инвестиции, да. И заказы на товары в США за май. Тоже очень важный момент. Ну и потребительские доходы, расходы в США. Вот важные данные по Америке пройдут. Помимо того, что у нас еще будут данные по монетарной политике, да. То есть, вот в частности, выскажутся члены ФРС. В общем-то, интересный момент на рынках, особенно на валютном рынке, ввиду изменения, да, смены вектора в риторике ФРС. Ну и как результат, доллар у нас подрос. Ну и мы ждем, опять-таки, коррекцию в район 1,91,4. Пока что туда, но там будет понятно, когда там окажемся. На самом деле, как вчера указывал, денежно-кредитные условия остаются сверхмягкие. Долларов очень много, поэтому не удивлюсь, если коррекция даже затянется. Вот, поэтому вследствие чего, также можно ждать коррекцию на рынке евро. Ну, опять-таки, вот уровень ранее пробитой поддержки на 1, ну в районе 1,2. Да, вот так круглая цифра, люблю круглые цифры. Вот, думая туда, куда-то мы отправимся. В общем-то, вполне оправданно. Если посмотреть на дневках, то евро уже пытается пробить, да, вот тоже годовую среднюю. Первый раз не получилось. Ну и как видим, да, вот пробой, пробой 1,165. Давайте округлим. Возможно, приведет к неплохой распродаже. На самом деле, глубоко я не жду евро, да. Я думаю, 1,15 там плюс-минус где-то стоит ожидать. Но пока что на этой неделе я ожидаю коррекцию в рынке 1,2. Фунтяо у нас тоже корректируется. Кстати, тоже, ну, сломан полностью, да, вот какая-то была чашка с ручкой, могла была быть, да, но этого не произошло. У нас, кстати, пробита вот нижняя диагональ восходящего канала, который служил нам все сентября 2020 года вектором, маяком, да, вот для перспектив фунта. Ну и, в общем-то, думаю, что тоже здесь какая-то коррекция даже может более высокая. 1,405, вот к среднеквартальной, да, вот здесь, собственно, ничего не мешает. Ну, либо же, конечно, вот проблема с тестом ранее пробитого канала. На самом деле, там проблемы, наверное, ставят между Великобританией и ЕС из-за границы с Северной Ирландией, да. Да, ну, короче говоря, там есть некие заминки, не буду вдаваться в подробности, тем более я в этом вопросе плаваю, чтобы я не запутался, но думаю, там есть некие такие вот не очень, не очень хорошие, на мой взгляд, моменты. С точки зрения глубины погружения, пока, кстати, обратите внимание, что не дошли к уровням сентября прошлого года. Кстати, вот по евро, если посмотреть, то уже тоже переплюнули по глубине и вышли на уровне кризиса вот этого года. Поэтому здесь вполне вероятен вот отскок, да, от ранее пробитой границы, еще одно погружение. Но, опять-таки, пробой, да, вот пробой поддержки на уровне, там, ну, округляем 1.37, да, выглядит, и здесь, кстати, там плюс-минус приходится средняя годовая, да. То есть, ну, и на мой взгляд, сложно будет пробиться. Ну, на самом деле, если я ожидаю, а я ожидаю коррекцию по доллару, то, в общем-то, коррекция по фунту тоже имеет место быть. И с учетом того, что фунт выглядит более сильным, чем евро, да, вполне, возможно, более высокая коррекция в район 1.405. Сырьевые валюты, вот интересная картина, как я упоминал в прошлом выпуске, что голова-плечи рисуется по австралийцу, и здесь же вот в левом плече, в правом, извините, плече тоже рисуется некая голова-плечи внутри головы-плечей. И вот пробили уровень шеи, и я думаю, что вот сложно будет проходить тест на уровне шеи, да, вот 0.756. Вполне возможно, что оттуда будут отскоки и последуют дальше распродажи. Почему? Потому что, на мой взгляд, сырьевой рынок входит в фазу охлаждения. Кстати, вот Китай там против дальнейшего роста цен на металлическом рынке вводится куча разных ограничений. И даже, между прочим, ввели, сократили, сократили квоты по сырой нефти для чайников, да, то есть для, это так называют, или самовары, да, самовары, так называют частные НПЗ. В Китае, вот, для них сократили на 35% относительно прошлого года квоты по закупке ожидали 27%. Пока рынок, конечно, товарный это не видит, но о товарах мы поговорим в блоке по товарам, собственно. Скорость падения здесь также уже приличная, то есть, думаю, охлаждение все-таки произойдет. Ну, 0.76, 0.756, вот где-то, на мой взгляд, это эти уровни, откуда снижение продолжится на дальнейшем снижении комодов. Ну, и мы видим, да, что у нас есть некий такой крупненький последний лой, можно сказать, да, такой редут на 0.7. Кстати, круглая цифра, очень интересно, ну, в принципе, до нее еще очень много 600 пунктов. Вот, я думаю, что, ну, опять-таки, годовая средняя, хотя она здесь, наверное, менее значима, ну, вот она была сопротивлением вот с 2018 года. В общем-то, вполне возможно, да, что вот отскок от нее и играется сейчас рынком, но думаю, что снижение ниже неизбежно. Когда переходят, когда рынок перейдет под среднюю годовую, да, конечно же, это придаст быкам, медведям уверенности, и я думаю, что ускорится снижение. Новозеландец, я вам рисовал там несколько недель назад бриллиант, и, в общем-то, он у нас отыгрался, ну, не отыгрался еще, да, то есть мы из него только выходим и пробиваем вот дно этого бриллианта. Кстати, мы не дошли до годовой средней, извините, мы тоже пробили годовую среднюю, ну, нельзя сказать, что она сильно важная, да, то есть у нас таких значимых касаний не было, вот особенно после пробоя его не было, но тем не менее, мы имеем точно, я думаю, что снижение и перспективы снижения, на мой взгляд, для новозеландца тоже имеют место быть. Обратите внимание, что динамика снижения, да, по Макдаку тоже приличная, то есть я думаю, что рынок перегрет локально, и у нас есть момент для некой коррекции. Вот здесь глубина коррекции я бы пока что не оценивал, потому что нету точек, да, особо у нас никаких, только началась коррекция, нужно подождать, не думаю, что она будет высокая, так как новозеландец гораздо слабее австралийца, вот, поэтому думаю, что, ну, можно натянуть фибоначчи, конечно же, но я пока не хочу этого делать, потому что недостаточно точек для оценки, если говорить о запуске, да, нисходящего фрактала, то вот на пробойчике, да, можно сказать, что 0.68, 0.675 первые точки, думаю, здесь вполне, то есть 0.68, 0.67, да, вот так вот можно сказать, думаю, что мы это увидим после некой коррекции, то есть те, кто держит шорт, можно еще подержать, те, кто не держит, можно искать точки входа в случае коррекции. Защитные, а, давайте сырье закончим канадцем, канадец у нас вот утрамбовал неплохое такое донышко, да, ну, как я уже давно показывал эту картинку, мы находились в боковом, в боковой динамике, не пробили, да, отскочили одна, в общем-то, это было на самом деле предсказуемо, я давно на это указывал, акцентировал ваше внимание на этом и, собственно, это и произошло. Пока что до разворота еще далековато, 1.26, 1.27, вот пробои средние, вот это важно. На самом деле, если посмотреть на длинных, на крупных масштабах, то у нас есть боковик после первой волны роста, что как бы наводит на мысль, что снижение доллара, то есть рост этой, то есть снижение канадца, то есть рост этой пары только начинается, если это так. С точки зрения перекупленности пары мы имеем тоже важные уровни по Макдаку. Обратите внимание, думаю, что тоже здесь должна состояться коррекция, ну и, в общем-то, с учетом крепкой нефти, даже можно ожидать более глубокую коррекцию, там до уровня вот теста 1.22, собственно, на 130 пунктов, вполне себе нормальная коррекция, если нефть продолжит рост. Вот, по нефти, кстати, я анонсировал вчера в выпуске и сегодня скажу, что в четверг я планирую сделать ежемесячник по нефти, поэтому там будут более подробно рынки нефти, ну и может там я и затрону, кстати, канадца и корреляцию между нефтью и канадцем. Вот, здесь тоже ожидаем коррекцию, в общем-то, основная интрига будет на 1.26 и 1.27, то есть здесь будет уже интересно. Кстати, здесь у нас есть также некая вот зона на 1.265, горизонтальная такая вот уверенная, горизонтально уверенность, сопротивление, обратите внимание, то есть думаю здесь вот бодание 1.26 и 1.27 наступит очень прилично. Вот, так что даже если рынок и вырастет в ту сторону, да, вот повыше, то там все равно мы столкнемся с каким-то сопротивлением. Ну и защитные валюты, как ожидал иена, крепче рынка. Сейчас она начала немного дешеветь, то есть, ну, рост этого графика. Я считаю, что иена самая недоцененная валюта на сегодняшний день на рынке и она, конечно же, имеет поддержку в моментах рисков, которые мы сейчас наблюдаем. Поэтому иена и не подешевела, так как подешевели все валюты, но она остается вот в восходящем фрактальном канале. Думаю, что пока он превалирует, да, то есть мы не видим пробоя, слома этого канала. Слом произойдет вот на пробоя, ну, плюс-минус 109.5, плюс-минус. Вот, если это произойдет, то у нас смещается акцент вот на поддержку в район 107.5. Вот, думаю, что иена будет укрепляться, потому что у нас есть укрепление Тржерис, да, у нас есть укрепление там Франко. Сейчас мы посмотрим, он там подешевел, но мне кажется, что он тоже, как защитная валюта, тоже будет пытаться укрепиться. Вот, думаю, что мы имеем дело вот с неким, с неким таким вот зигзагом, и укрепление иены продолжится примерно к 107, и это будет боковой коррекцией для дальнейшего снижения. То есть вот вся волна снижения, которая будет, она, на мой взгляд, будет происходить вот на волне рисков, которую я ожидаю. Возможно, это будет треугольник даже, да, и потом с сентября я опять ожидаю рисков с осени, да, и тогда иена начнет дешеветь дальше. Вообще на больших масштабах иена выглядит достаточно интересно, да, то есть у меня несколько здесь активных каналов проведено, да, которые сейчас действуют. И на самом деле самый высокий из них на 121-122. Вот я думаю, что, скорее всего, на долгосрочных отрезках мы будем тяготеть именно к этим уровням. Пока локально я жду укрепления иены, тем более, если мы ждем коррекцию на долларе, то, конечно же, иена укрепится. И все-таки я считаю, что перспектива, перспектива для этой модели, да, ой, перспектива для этой, для модели коррекции, которую мы наблюдаем на иене, либо треугольники мы в него входим, да, либо такая вот плюс-минус плоская динамика до 107, вот как-то так я это вижу. Ну и швейцарец, швейцарец у нас гораздо хуже выглядит, чем иена, тоже у нас такой произошел крупный рост. Кстати, обратите внимание, что рост даже динамичнее, чем по другим валютам. Мы практически, ну, плюс-минус, да, вот там прошли больше половины по Макдаку, чем это было в момент кризиса долларовой ликвидности, вот. Но и она укрепилась гораздо сильнее, чем остальные валюты, когда доллар дешевел. Вот, сделали двойное дно. Я в прошлом выпуске указывал, что, скорее всего, швейцарец подешевее, то есть рост этой пары, несмотря на то, что я ожидал рост доллара, да. То есть, вот, я все равно говорил о том, что иена, скорее всего, укрепится, а швейцарец будет слабеть. Вот, здесь, на мой взгляд, тоже ожидается коррекция, потому что я ожидаю коррекцию по доллару. В общем-то, у нас образовывается несколько интересный момент, да. У нас есть уровень поддержки и уровень вот такой сопротивления. Я считаю, что при пробое, если мы выходим выше, мы ломаем, кстати, вот, обратите внимание, что мы ломаем нисходящий канал здесь, который сейчас остается активным до сих пор. И есть варианты устремиться в район, ну, не сильно-то и высоко, да, в район, там, 965, вот так. Если мы пройдем дно, да, то у нас здесь интересный момент. Здесь у нас 2015 лой, да, и на самом деле здесь такое дно канала находится, такого, да, который у нас с 2012 года плюс-минус длится. Вот, я думаю, что вот пробить вот уровень там 0,86 будет крайне сложно, крайне сложно, поэтому, так или иначе, это такие вот среднесрочные перспективы по франку. Думаю, что вот локально на этой неделе просто укрепление, некоторое, да, остывание рынка, это может быть и боковая коррекция. Но будем смотреть, пока что нету точек, да, мы не можем здесь определить, что будет происходить, да. Если мы говорим о том, что рост продолжится, то есть ослабление франка продолжится, рост доллара продолжится, то я думаю, что при пробой 0,95 рынок упрется где-то в район 96-97 плюс-минус. Так, по валютам это все, давайте по комодам, сразу начнем с нефти, нефть неугомонная у нас, кстати, удобнее ее смотреть сейчас, на мой взгляд, по условному спот, CFD на спот, U-Coil инструмент. Тоже имеется у нас, вот мы так и не пробили, кстати, вот поддержку, да, там невнятно были втяжки, мы не пробили. В случае прохода выше хая 74,8 у нас тяготеем к 76, да, то есть у нас есть здесь верхняя граница, тогда восходящий канал локальный запустится на 76 верхняя граница и далее 79, ну и 80 там не за горами. То есть я думаю, что с учетом того, как удержалась нефть, мы, конечно же, можем рассуждать в том плане, что коррекция на товарном рынке даст поддержку рынку нефти еще, тем более у нас фон остается нефть по 100. Ну, я вообще вчера говорил и пишу у себя в канале Телеграм о том, что по моему опыту мы находимся в 2018 году и это приведет к обвалу рынка нефти, но не сейчас. То есть может быть коррекция, но для разворота еще время не пришло. Почему? Потому что в принципе я ожидаю на летние месяцы рисков, а потом обратно рискон, то есть что даст уверенность нефтяным быкам о том, что спрос будет восстанавливаться, ну и нужно последить за действиями ОПЕК, которые балансируют этот рынок. Поэтому локально, на мой взгляд, все-таки превалирует лонг, на мой взгляд, на восстановление товарного рынка после распродажи на прошлой неделе и на коррекции по рынку доллара. Вот, но опять-таки есть, да, две точки, то есть если мы проходим нижнюю точку, то рынок запустится. Ну, если посмотреть на более крупных масштабах, то здесь, конечно, до 64.5 по Brent вообще нет ничего. То есть если мы проходим вот лои на 72, то мы до 64 просто можем падать и нам ничего не мешает. Вот. Кстати, здесь, наверное, если прочертить вот такую историю, то, кстати, вот здесь на 64 будет нижняя граница канала. Я, пожалуй, ее оставлю, она мне понадобится. CL, давайте я затрагивать не буду, то есть ориентируемся по Brent. Давайте теперь медяшку посмотрим. Медяшка неплохо распродалась. У нас, у нас есть очень значительная распродажа. Обратите внимание, что мы переплюнули даже лои 25 марта, когда был кризис, да, долларовой ликвидности. Вот. И, ну, на мой взгляд, сильно, сильно уже перепродали медяшку. Тоже жду восстановление небольшое, да, вот поэтому я и с учетом корреляции меднефть, я и жду поддержку для нефти на самом деле из-за этого. Ну, стоит сказать, да, что мы, как я уже указывал вчера, пробили квартальную среднюю, которая была неплохой поддержкой все это время. Ну, и опять-таки уперлись в важные уровни на 4-х часовике по Макдаку. То есть важный статистический уровень, откуда во все время отскакивали. То есть поэтому я и ожидаю коррекцию на рынке, тоже меди, да, то есть есть некое остывание. Но здесь у нас, конечно, пробито все, что можно и не можно. Здесь просто очень экспоненциальное было движение. Это видно по Макдаку, что это было экспонента. Если мы так какие-то вот уровни попытаемся прочертить. Вот последнее, да, вот что держит. Вот такой узенький-узенький канал, да, это реально экспоненты, настоящие экспоненты. А когда-то все вот узенько. То есть, ну, дальнейшее падение же до 4-х вообще, если прям отсюда вам будет идти. Ну, на мой взгляд, уже это под вопросом. Почему? Потому что рынок сильно перепродали. Давайте газ. Газ у нас пытается пробиться. Вчера уговорил, что все фундаментальные факторы за дальнейшее снижение. Но вот с технической точки зрения пока не готов. Поэтому моя позиция, свои позиции, которые сейчас у меня открыты, я вчера показывал в блоке с итогами. Пока что мы на тесте находимся предыдущего хая. И, в общем-то, рынок технически остается бычей. Поэтому мои шорты крайне консервативны. Вчера я это показал. Если мы проходим вот этот уровень, на котором мы сейчас прям находимся, то запустится некий вот такой локальный фрактальчик небольшой с точкой в районе, ну, плюс-минус там 300-305. И здесь же у нас квартальная средняя, кстати, проходит. Ну, которая на самом деле важная. Потому что вот касание, вот касание. Собственно, здесь, я думаю, будет остановка в случае пробоя. Но, что хорошо, что здесь будет сломан локальный восходящий канал, в котором мы сейчас работаем, да. Он будет сломан. Дальше у нас поддержка 2.95, таки не осталось внятно пробитой, да. Ну и после того, конечно, это нижняя диагональ, которая служит нам фарватером, да. Уже длительное время, с начала года, условно. То есть, такой вот важная история с коррекцией. Если мы ее проходим, то дальше у нас запустится при пробое 1.25, при пробое запустится нисходящий фрактальный канал. Пока о нем говорить рано. То есть, на этой неделе, если продавим 3.2, то мы окажемся на 3.1, 3.0, да. 3.1, 3.05, вот где-то здесь. Если проходим вверх, то как бы здесь я сильно высоко не жду. И в рамках этого младшего фрактального канала восходящего нас ждет примерно 3.500. То есть, хаи прошлого года. Вот. Я за шорт, потому что так на это указывает фундамент. Так, давайте цветные металлы. Золото. Посмотрим золото. Золото сильнейший обвал. Мало причины, конечно же, смещения акцента в реальных процентных ставоках. Потому что ужесточение денежно-кредитной политики это минус инфляция и плюс рост ставки. То есть, реальная ставочка у нас, перспективы, да, реальные ставки идут вверх, да. И поэтому это не на руку золоту, конечно же. Плюс проясняется монетарная политика ФРС, что также не на руку золоту. И, в общем-то, поэтому мы получили такую масштабную распродажу. Я считаю, что золото тоже будет корректироваться. 0,62 у нас есть. На этой неделе выходят данные, кстати, по экспорту Швейцарии. Посмотрим там, что происходит с потоками по золоту. Я это опубликую себе в телеге. Ну и на следующей неделе будет у нас фундаментальный анализ золота. Ежемесячник по нему. Насчет скорости снижения. Скорость уже аномальная. То есть, на самом деле, последний раз такое было в августе после исторического максимума. И также это было ниже, гораздо ниже. Это было на риске долларовой ликвидности, на кризисе долларовой ликвидности. Тем не менее, уровни достаточно экстремальные. Поэтому я считаю, что отсюда тоже последует коррекция. Так же, как я и расцениваю это по индексу доллара. Глубину коррекции я пока не оцениваю. Потому что нету точек. Опять-таки, надо подождать, что будет происходить. Но опять-таки, возможно, даже возврат к квартальной средней. Что, в общем-то, вписывается в рамки коррекции по доллару. Вот, ну, здесь мы вошли в важную зону. Обратите внимание, кроме 62% по FIBA, здесь у нас есть некая поддержка. Ну, то есть, здесь важная зона, откуда, конечно, появилось сопротивление. Поэтому здесь коррекция на этой неделе вполне реальна. Ну, модели по коррекции пока что не готовы озвучить, потому что нету реперных точек. По серебру, на мой взгляд, формируется боковик в виде треугольничка. А, Б, С, Д и сейчас дорисовывается Е. Я планирую покупать серебро от уровня 25. Не знаю, что из этого выйдет, выбивается ли это из общего графика. Когда будем там, я буду принимать решение. Пока что решение это покупать. Технически, на мой взгляд, сформировался треугольник и дальнейший выход вверх по серебру. Потому что оно сильно отставало от золота. Золото уже переписало исторические максимумы. Серебро пока только накапливает. Вот. Далее, давайте зерно. За динамикой рынка на прошлой неделе я забыл совершенно о зерновых. Я хотел продавать кукурузу. И, в общем-то, здесь был неплохой вход в начале недели. Я просто затупил. Вот. Пока что я в него не лезу, потому что нету точек входа. В общем-то, здесь вполне возможно, если мы вырастим еще, то мы сможем добить до 750. Это было бы идеально для шарта. Но я думаю, что этого не произойдет. Вот. Я буду шартить. Я буду шартить либо на пробое лоя, да, на 600, на 600 плюс-минус, да, либо же где-то повыше, либо же где-то повыше. То есть, я думаю, что вот такие вот у меня здесь будут идеи. И пока что я не лезу в него, наблюдаю. Ну и вообще, я очень мало держу позиции. Сейчас я больше отдыхаю, чем торгую. Ну и пшеничка, да, пшеничка у нас здесь лучше купить. Поэтому я хочу подождать коррекцию. Если все-таки будет пробой в районе 600-580, я бы хотел купить. Пока здесь у меня не сформировались никакие паттерны. Так, теперь давайте стоп-маркет и закроем российским рынком. У нас была распродажа по СИПе, конечно же. Вчера я говорил о том, что метрики аппетита к риску пока что не тяготеют к рисков, а к локальной коррекции. То есть, я пока не вижу разворота глобального в рисков. И считаю, что мы находимся примерно в цикле там 11-12 года. Когда рынок, тогда понятное дело, что рынок тогда тоже корректировался. Да, вот у нас такие были истории. Вот коррекция, рост. То есть, ну вот в этой истории примерно мы находимся после первой волны роста. Вот, поэтому я думаю, что в общем-то мы входим в локальную коррекцию на лето. И эта коррекция вполне возможно приобретет плоский вид. То есть, это будет либо треугольник, либо какая-то бегущая, либо еще что-то. То есть, не глубоко. Пока мы выше 4 тысяч, да, вот поддержки, пока вообще переживать о длинных позициях не стоит. В общем-то, макроэкономическая обстановка и вообще все фундаментальные показатели указывают на то, что рынок остается крепким, невзирая на локальную распродажу и такой вот локальный рисков, что привело к коррекциях на рынках. Вот, пока я здесь жду консолидацию с возможным выходом вот к 4 тысячи 30. Вот, думаю, что вполне возможно мы это увидим на текущей даже неделе. Но, опять-таки, с учетом коррекции рынков, товарных, доллара, мы даже можем увидеть продолжение роста. Мы видим, что тренд, кстати, замедлился, да, то есть мы уже пробили линию тренда. То есть, рост замедляется, что говорит о неком закруглении и слабости рынка. Даже если мы пробьем там уровень 4,240, ну, тогда продолжится, да, вот мы нижнюю границу восходящего канала удержали и там вот 4,500 вполне себе маячит, да, если брать по теханализу и каким-то перспективам. Но я думаю, что рынок все-таки останется слабым и мы будем колебаться вот в диапазоне 4,240, 4,040, вот где-то здесь. И превалирует, конечно, коррекция, потому что, опять-таки, ожидаю коррекцию по всем, по всему финансовому рынку. Долговой рынок меня крайне беспокоит, потому что я продолжаю держать ТБТ, хотя решение я принял его пока закрыть. Есть очень сложные такие моменты, это доходность десятилеток, да, вот если брать с точки зрения теханализа, мы вот как-то вот так вот пилимся здесь, постоянно, да, ударились в нижнюю границу. Вообще, с точки зрения этих анализа и фундаментов, у фундаментов, в первую очередь, есть разногласия у меня в голове, и они следующего рода. Конечно же, ужесточение денежно-кредитной политики, это обратно пропорционально рефляционной политике, рефляционным ожиданиям, то есть это, наоборот, снижение инфляционных ожиданий, рост ужесточения денежно-кредитной политики, то есть это все то, что, наоборот, должно увеличить риски и увеличить спрос на длинный отражерий, как на защиту, то есть рисков, да, это сейчас мы, скорее всего, и наблюдаем эту историю, но, опять-таки, денежно-кредитную политику пока не ужесточали, ставки не повышают, поэтому та долларовая ликвидность, которая есть, она остается превалирующей, поэтому, собственно, говорить о том, что мы уже входим в рисков полноценный, на мой взгляд, нет, и вот эта вот каша в голове, которая вот, это такие вот противоречивые факторы, да, они, на мой взгляд, сбивают меня с толку, поэтому я решил пока закрыться и посмотреть, что будет дальше, если появится вход снова на шорт трижерис, я этим воспользуюсь. Пока что у нас, вот если взять, это у нас сентябрьский фьючерс на десятилетки, он у нас по технике идет в канале, да, и мы оттолкнулись от нижней границы, так и не смогли пройти ниже этой границы, этого канала, да, и идем обратно к верхней границе, то есть обратно к 134. Все-таки, на мой взгляд, остается, давайте по Тибетти посмотрим, по Тибетти и вовсе, да, у нас есть вот такая история, мы уже сделали зигзаг, дошли до нижней границы Тибетти, это шорт трижерис, это ИТФ, она шорт длинных трижерис, 20-летние. Вот, мы уже прошли нижнюю границу, в общем-то, здесь есть некий такой, некое сомнение у меня, да, что мы не можем пройти дальше, да, но опять-таки, всегда, когда ужесточают денежно-кредитную политику, ставки начинают снижаться, потому что сокращается инфляционное ожидание. Вот, я думаю, что вот я закроюсь, и если вдруг у меня будет шанс восстановить позиции, то я этим, скорее всего, воспользуюсь. То есть по 10-леткам, то есть по трижерям пока что у меня нет мнения, поэтому я решил выйти из позиции. Российский рынок, давайте заканчивать уже 30 минут, пишемся. Российский рынок, как я утверждал, сломал локальную, локальный рост, вот этого у нас уже нету ничего, да. Кстати, вот пусть пока остается, кстати, вот, да, просят сделать анализ РТС и СИЖКИ, ну, наверное, стоит это сделать, я постараюсь это сделать, возможно, в среду это произойдет, не знаю, ну, буду пробовать. Я думаю, что данных уже накопилось много и есть, есть что показать. Постараюсь это сделать, понимаю, что это важно, давно его не было, конечно же, хочу это сделать, ну, думаю, что получится. У нас самое главное, что у нас большой фрактал, в котором мы движемся с кризиса 2020 года, он у нас пока остается активным, да, то есть мы сломали пока что локальный фрактал и сломали его текущий, но это говорит о том, что мы вышли, вышли из зоны накопления и у нас бычий тренд, да, то есть я в принципе пока не вижу причин для среднесрочного выхода из лонгов, да, то есть локально, да, есть распродажи, но среднесрочно, я думаю, что в принципе вполне себе все актуально и рост до 180 тысяч, как я и ждал по фьючу, вполне себе остается востребованным, да. Да, мы еще отбились от хая до кризисного хая 2020 года, вот, что тоже очень важно, то есть, ну, рынок накапливает силу, то есть я думаю пока что не заморачиваться на какую-то большую коррекцию, в общем-то все пока остается в силе по поводу скорости изменения цены, макдак у нас, да, есть на важной поддержке, да, то есть в принципе, да, можно рассчитывать на то, что рынок начнет корректироваться и в общем-то, ну, это мы и наблюдаем сегодня, да, то есть есть некая коррекция. По сишке у нас на больших масштабах, ну, примерно плюс-минус такая же картина, мы, кстати, вот не добили вот этот вот нисходящий фрактал, который запустился при пробое 772,7, вот, цели были на 70 плюс-минус 69 в диапазоне, да, думаю, что в общем-то это тоже может произойти, на самом деле у нас, обратите внимание, что мы тестим ранее пробитую годовую среднюю, что очень важно и, собственно, на мой взгляд, пока что у нас, я думаю, что превалирование остается на укрепление дальнейшего рубля, локально даже вот тот рост, который мы имеем по макдаку, он не такой уж уже и агрессивный, и, собственно, даже сейчас вот мы тоже находимся на квартальной средней, в общем-то, пока не вижу я никаких причин для того, чтобы переживать о долгосрочных позициях в сторону рубля, да, вот, ну, думаю, что, в общем-то, пока все окей, если говорить о перспективах, там, в случае дальнейшего роста сишки, то есть снижения рубля, да, ну, может 76, да, вот есть что-то такое, ну, и 77, там, плюс-минус будет важным моментом, но я не думаю, что для этого есть все поводы. Я, давайте я уже буду подытожу, да, сейчас и выскажу основную мысль. На самом деле я не ожидаю какого-то большого сейчас стресса для рынков, потому что макроэкономическая обстановка достаточно устойчива. Нефть, к примеру, вообще не упала, что положительно для российского рынка, я считаю, что она даже может и вырасти, и вовсе, да, то есть я думаю, что это вполне вероятно. Вот, поэтому как-то вот перестраиваться пока на негатив я не собираюсь, и думаю, что рынки тоже переживут некий, возможно, стресс летом, но это сезонный фактор, поэтому, собственно, почему бы и это не пережить, да, учитывая, что мы с 20-го года сделали неплохую экспоненту, как на товарном, так и на фондовых рынках. Поэтому я думаю, что пора, конечно, остыть, но эти остывания с учетом той денежно-окритной политики, которую продолжает проповедовать мировые центральные банки, она остается сверхмягкая, как чтобы кто не говорил из членов и какие решения бы не принимались, все равно она остается сверхмягкая. Поэтому пока что переходить в режим рисков я бы не стал. Локально есть коррекции, но переживать за долгосрочные оппозиции пока не стоит. Да, вот краткосрочно, конечно, есть, да, снижение, есть некие стрессы на внутренних таймфреймах, это выглядит все страшно и так далее, а так пока что все окей. Вот это основная превалирующая мысль, которая, на мой взгляд, описывает ту конъюнктуру, как я ее понимаю, на текущий момент. Поэтому ждем макроэкономические данные по Америке, я думаю, что они будут также позитивны и это, в общем-то, поддержит и придаст уверенности инвесторам, и они своими действиями смогут поддержать рынки. Всем спасибо за внимание, друзья. На этом все. Встретимся в четверг на моем ежемесячнике по рынку нефти. В среду я постараюсь сделать по российскому рынку, не буду обещать, но я вас услышал. Я вас услышал, я постараюсь это сделать. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok